Здравствуйте, товарищи! Это видео необходимо всем людям, кто не хочет получить рак мозга. Я поясню, какие есть причины появления глиобластомы. Почему Зворотнюк поразила эта страшная болезнь? Долго ли она прожила или нет? Можно ли было ее спасти или невозможно? Что это вообще за такой вид рака глиобластома? Почему он так особенно опасен для жизни из всех видов рака мозга? И почему люди обычно с ним долго не живут? Я расскажу и о симптомах глиобластомы и как можно их с чем спутать. Почему заболеваемость глиобластомы в последние 20-30 лет возросла в разы? Я подскажу, как быть тем, у кого уже есть эта беда, чтобы продлить себя жизнь надолго. И как во много раз сократить шанс получить эту болезнь, пока еще ее нет. Каковы группы риска? Разъясню ошибки, которые люди и врачи допускают при прохождении химии лучевой терапии. В чем заключается профилактика? Возможно ли она? Эффективна ли она? Слушайте внимательно и под этим видео я оставлю ссылки на все то, о чем я буду вам сейчас рассказывать. А вы, как посмотрите это видео, напишите под ним свой комментарий, свои мысли. Ну, поехали. В начале 2019 года у актрисы Анастасии Зворотнюк обнаружили рак мозга, а именно глиобластому. Причем уже четвертую стадию. Этот вид рака мозга имеет очень быстрое развитие, он самый агрессивный и составляет примерно 50% всех видов рака мозга. На втором месте стоит ее младшая сестра, астроцитома. Симптомы этого рака разные и характерны не только для глиобластомы. Тем не менее, это судороги, нарушение речи, онемение в руках, эпилептические припадки, спонтанные обмороки, быстро возникающая артериальная гипертензия. Боли в голове тоже могут быть признаками. Иногда возникает подобие инсульта. В последние годы глиобластомы часто поражает молодых. Если кто-то заметил за собой сразу несколько из приведенных мною симптомов, сразу надо заставить себя пройти обследование. Сейчас я скажу какие. Выживаемость при глиобластоме составляет в среднем 15 месяцев. Запомните один медицинский факт. Полностью удалить хирургические глиобластому невозможно. Рецидив после удаления или подавления основной опухолью составляет год-два. Эта опухоль трудно определяема в полном объеме зон поражения мозга, так как клетки глиобластомы мимикрируют под клетки самого головного мозга. Если не операцию, то всем больным вначале назначают лучевую терапию, а потом химиотерапию. Но они ненадолго сдерживают рост, особенно дикого типа развития опухоли. Это медицинский термин. Долгожители с глиобластомой считаются от 3 лет. Японцами описаны редкие случаи более 10 лет. Правда, с 3-4 при этом операциями за это время. Некоторые наши соотечественники в сети пишут про родственников, живущих аж по 10-15 лет с этим диагнозом. Но это, скорее всего, другой тип рак мозга. Ошиблись либо они, либо врачи. Для выявления глиобластомы сначала делается КТ, для исключения инсульта. Далее МРТ с контрастом. Это точное определение контуров опухолей. Да, и в этой связи посмотрите мое видео сахар и рак. И вы поймете, почему нельзя есть сладкое. Причем тут вообще сахар. Ну а после МРТ уже впоследствии делают ПЭТ-КТ после первичного лечения. А кто еще умер от глиобластомы из известных людей? Ну из наших это Жанна Фриске, Задорнов, Хворостовский, Золотухин. Даже один из сыновей президента Америки Байдена, Боб, тоже умер от глиобластомы. Что же касается массовости, под роликами врачей о глиобластоме всегда идет шквал писем про свои случаи и своих родственников, знакомых. Ну повально. В последние 30 лет количество случаев заболеваний глиобластомы выросло в разы. И даже десятки раз относительно 80-х годов. И причины тому совершенно объективные. И я их вам поясню. Некоторых людей эти причины, конечно, будут злить. Это как всегда. И они будут писать здесь, что, мол, никто не знает причин. Но это только от их глупости, от дешевых желаний не верить в объективные факты, чтобы успокоиться и привычно жить дальше. Жить как раньше. Плыть по течению удобной, потому приятной цивилизации со всеми ее модными нововведениями за последние 20-30 лет. Ну вот как раз за те годы, когда глиобластома выросла в разы и даже десятки раз в обществе. Но не то еще будет. Да, конечно, всех причин, всех никто не знает. Но большинство абсолютно известны и объективны. Итак, каковы же причины глиобластомы? И что однозначно разрушает головной мозг? И не только. Весь организм, но мы сейчас о мозге. Будет основных 4 фактора. Четвертое – это целая группа факторов. Итак, первое – это стволовые клетки. Но не наши родные, которые естественным путем есть у нас в организме и образуются до поры до времени, существуют, а внесение в организм других стволовых клеток. Так вот, это страшная глупость и большая ошибка. Жажда сохранить внешнюю свою молодость омоложением стволовыми клетками – это глупость. Но это крупный бизнес. Честные ученые категорически против. Это почти гарантированно провоцирует рост раковых клеток, если уже на момент этих уколов есть такой рост раковых клеток, особенно мозга, когда скорость роста клеток раковых превалирует над скоростью их разрушения, подавления нашим организмом. Поясню для тех, кто не понял. У каждого человека каждый день образуются раковые клетки везде, в разных органах и тканях, но немного. И пока организм крепкий, защитные силы активные, он уничтожает их. Кстати, насчет стволовых клеток. И Садальский, и Разин рассказывали неоднократно и много лет назад, как это вообще было. Когда пошла череда смертей довольно-таки молодых людей и не пьяниц, она насторожила, ну, скажем, Разина. Он так и сказал, что стал изучать, что общего в смертях звезд от рака мозга. И он тогда сказал, что Полищук еще очень много лет назад, первая в актерской среде, подсадила многих, ну, сделала себе и подсадила своим примером многих на стволовые клетки. Это повальным увлечением пошло тогда. Это в конце 90-х и в 2000-е годы. А я скажу так, не надо было пить, курить, ночами не пойми чем заниматься, а вести нормальный, адекватный, здоровый, человеческий образ жизни. Вот чтобы моложе оставаться в своих зрелых годах. Без всяких там операций и тем более приема стволовых клеток. Да еще чужих. Лучше бы выглядели, чем с уколами счастья, но нет, хотим кутить. А так и здоровье, и главное, жизнь себе бы сохранили. Ну, конечно, это, возможно, не одна причина, потому что есть другие. А если несколько причин сойдутся вместе, увеличится шанс получить то или иное заболевание, в том числе рак головного мозга? Конечно, да. А второй фактор это ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение. Дело в том, что при нем обязательно применяют гормоны. Идет такая подготовка гормонотерапии. Ну, а если, как вы поняли, уже есть раковые клетки, которые начинают больше, чем вчера, размножаться и труднее организму с ними справиться, то и гормоны могут послужить факторами неудержимого роста раковых клеток. Головной же мозг здесь наиболее уязвим. Но добавим к этому третий фактор. Это группа факторов. И очень серьезная. И это гарантированно влияет в любом случае вопрос в том, насколько еще пока силен крепок организм. Эта группа факторов в нашу жизнь вошла не так давно. Буквально 20-25 лет назад. Это страшная беда. Это повальная проблема. Это сотовая связь Wi-Fi, СВЧ, ВЧ-излучение. Скажем, если человек прикладывает трубку мобильного телефона в упор к уху и ходит, так говорит, слева, или кто-то справа, то когда случайно человек попадает, ну, скажем, после аварии ему делают МРТ головного мозга, так сказать, то обнаруживают кисту, как минимум, в той височной доле мозга, где он держал трубку. Это примерно у 30% всех людей. Просто большинство об этом не знают и живут с этим. Но это мелочи. А как вы думаете, неужели мощнейшее СВЧ-излучение в упор, поднесенный головному мозгу, самой уязвимой части организма, никак не влияет? Да, есть такие люди, кто верят, что не влияют. Но это глупости и дешевый самообман. Почитайте учебник Минина 1974 года, ровно полвека этому учебнику о электромагнитной безопасности. Что такое СВЧ? Каковы дозы, которые потом мерзавцы увеличивали в нормы, ввели в сотни раз, в сотни. Но от этого-то биология, физиология, биохимия не меняется. Так вот, слушайте внимательно простую непреложную истину. Постоянная и беспрерывная болтовня по 10 и более минут к ряду. А некоторые болтают часами. Хотя нельзя более 20-30 секунд говорить по телефону. Когда люди прикладывают телефон к уху, вот тогда резонансное разрушительное воздействие на клетки мозга, дело не в нагреве даже, а в резонансном разрушительном воздействии на клетки мозга от СВЧ, излучений сверхвысокочастотных. Так вот, воздействует тогда, когда в упор телефоном к уху, в голове, мощнее, ну в десятки раз, даже в сотни, чем когда телефон находится на расстоянии 50 и более сантиметров от головы, вообще от организма. Есть частичная защита от СВЧ, об этом я в конце видео скажу, но в любом случае нельзя говорить по-мобильному, прислонив его в упор к голове. А можно говорить только по громкой связи на приличном расстоянии от себя или по проводным наушникам. Но и при этом в руке держать телефон нельзя при разговоре. Сам телефон. Ночью телефон нельзя на тумбочку у кровати с собой власть, но только если вы выключите его полностью, то можно. Или нельзя выключить вам. Звонки могут быть, мало ли что. Тогда в противоположную часть дома или квартиры ставьте его, скажем, на кухню, поставьте на подоконник, прислонив задней частью, где антенны находятся у телефона, к стеклу окна прижмите. И сигнал будет хороший. И связь с ретрансляторами будет реже, потому что телефону легче будет связаться именно вот таким манером, если вы поставите его задней стенкой к стеклу окна прижмете. На подоконник. Еще раз, про защиту от излучения СВЧ я вам оставлю ссылку под видео и еще кое-что скажу в конце видео. Тут хотите верьте, хотите нет, это ваше дело. Но ссылку на плейлист, там более 20 видео на эту тему, важнейших для жизни, а под ними ссылки на все доказательства, стопроцентные из ста, абсолютные, есть, там будут. Четвертая группа факторов – это несколько причин, объективных тоже. И еще раз говорю, дорогие товарищи, вот один фактор – это ужасно. Сейчас на нас с вами в нашей жизни воздействуют десятки, если не сотни, вредных антропогенных факторов, которые не действовали еще на наших предков, да более того, еще 25-30 лет назад они тоже не действовали, большинство из них. И вот чем больше факторов сойдутся, тем хуже. Факторов вообще много. Сейчас я как бы вычленяю те, которые особенно влияют, разрушают головной мозг и вызывают разные виды рака головного мозга, особенно для областоновых, как самую распространенную. Итак, четвертая группа – это радиация, то есть накопление, скажем, в организме радионуклидов. Это тяжелые металлы, например, алюминий, ртуть. Кстати, алюминий сорбируется в головном мозге, ионы алюминия, ну, просто в первую очередь. И они вызывают там и болезнь Альцгеймера, Паркинсона и, конечно, онкология. Это онкогенный фактор. Естественно, это ГМО-организмы, которые внедрили в нашу жизнь, так сказать, широко. Еще есть провоцирующие факторы, так называемые спусковые крючки, катализаторы, если хотите. Это сильные стрессы, удары по голове. Есть, конечно, и другие причины антропогенного воздействия, то есть цивилизационного характера неестественной среды обитания. Химические продукты, всякие вещества, страшные отравляющие, например, глифосат, глицидол, трансжиры, то есть канцерогенные вещества, а также, к примеру, ПВХ-окна с их диоксинами. И прочие химические строительные материалы, например, ОСБ, с их фенолами и формальдегидом. А как вы думали? Думаете, не может быть? Иначе бы, мол, это не производили? Государство, мол, бы не разрешало бы? Ну-ну, нет слов просто у меня на вас, где вы живете и вообще, как вы мыслите. Помните, люди неестественно стали жить всего 70-80 лет назад, а ужасно стали жить в плане новейших массовых разрушающих организм средств воздействия только 20-30 лет назад. Многое еще впереди, и болезни потому молодеют, и рак молодеет, и глиобластома тоже молодеет. И потому беспечность преступна и глупа. А изменить жизнь свою можно. Кто говорит нет, сейчас начнет философствовать дешево. Это просто обман себя для успокоения. А это подло по отношению к себе, по крайней мере. Еще один очень важный момент. Как при химиотерапии или лучевой терапии, которые порой очень нужны и единственный вариант, скажем, в разы уменьшить количество раковых клеток, и необходимо действительно. Так вот, как при химиотерапии лучевой уменьшить разрушающее воздействие химии либо лучевой на иммунитет, то есть даже вообще его не убить иммунитет, вообще не разрушить, а это возможно, и при этом усилить еще воздействие химиотерапии либо лучевой на раковые клетки. Это, вы спросите, возможно ли? Это возможно. Это гарантированно возможно. Есть наука фунготерапии, наука, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов. И на этой основе создаются, это очень сложно, но создаются препараты, не настои на водки, которые вредны, которые вообще не воздействуют никак, тем более на спирту, там разрушаются все вот эти фитонциды и полисахариды грибные, лечебные. Так вот, а именно лабораторные полученные чистые вещества. Так вот, есть грибные препараты, которые называются санхван и трометос, которые делают то, что я сейчас сказал. Ну, еще там на ночь применяется, например, рутовик листничный для регенерации клеток печени. Но есть и маркерный курс, программа, которая разрушает раковые клетки. Как именно, я объяснил в моем видео гриб Шитаки. Там я механизм объяснил, как определенные вещества в грибных препаратах, ну, в грибах, разрушают, ну, просто в препаратах, потому что там они в концентрированном виде, как они разрушают раковые клетки. Вот прям механизм вот этого апоптоза там я объяснил. Ну, ссылку оставлю на это видео и на весь раздел всех моих видео по онкологии. Это очень важно. Вы их потом посмотрите. Вот нет у вас рака, слава богу, но никто не застрахован. И уменьшить в разы, в сотни раз уменьшить шансы можно в наши дни даже. Можно. Но это надо знать, понимать. Я советую смотреть и конспектировать. Итак, если человек проходит лучевую терапию и химиотерапию, необходимо принимать санхвантромета струтовик листничный. Но там есть нюансы. И вообще нужны рекомендации по назначению врача-онколога-фунготерапевта. Такие есть в нашей команде врачи. Вы можете написать нам, если, не дай бог, есть такая проблема, беда. И вам будет направлена методика, что нужно делать. Вообще последовательность действий там и так далее. Ну и слушайте дальше внимательно. Так в чем суть защиты профилактики? И есть ли она? Да, есть. Да, гарантированно есть профилактика. На 100% она гарантирует, что не будет рака. Нет, не на 100%, конечно, нет. Но на 90-95% да, даже в наши дни. Что ж, питание здесь это основа основ. Люди это в основном не понимают. При любом виде рака, тем более при тех видах рака, запомните, которые точно определяются на МРТ с контрастом. А там суть технологии в том и заключается, что... Ну не буду, впрочем, говорить. Я объяснил уже, какое видео посмотреть. Сахар и рак. Вот я там подробно все это объясняю. Доказываю. Почему? Ну, собственно, доказываю. Я просто факты констатирую там. А вы на ус мотаете. Так вот, этим людям, тем более, ничего сладкого на вкус вообще есть нельзя. Если хотите жить. Также я советую не есть никакого мяса. Тут будут, конечно, негодования. И это я много раз объяснял в своих видео. Ну, хотя бы посмотрите в этой связи. Если хотите разобраться, понять, в кавычках, мясо надо есть. Это мое видео. Набирайте в ютубе фролов. Мясо надо есть. Или ссылка под этим видео будет для удобства. Еще проще. Нажали мышкой, попали на видео, посмотрели. Необходимы кардинальные изменения питания и образа жизни. И этому посвящены десятки моих видео, в том числе под названием «А что же тогда есть?». Посмотрите это видео «А что же тогда есть?». А то будете сейчас писать, так и есть тогда нечего. Есть тогда есть 99%. Вы всего один уберете процент. Просто вы-то в основном это и едите. И считаете, что это еда. А это 1% из 100. И еще я вам очень советую приобрести мой инфопродукт номер 22. Вот по сути там тема такая, как не допустить и как жить при раке, и как победить его, вылечить. А также любые опухоли, то есть доброкачественные в том числе, любые воспаления в организме. Там дается системный подход, там даются важнейшие алгоритмы. Итак, подводим итоги. Первое, надо изменить свое питание. Второе, это инфопродукт номер 22. Вот аналитика, алгоритмы, системный подход. Третье, защитные микроантенны в виде голограмм, нейтроники, которые производятся уже 26 лет, которые защищают организм от разрушительного резонансного воздействия СВЧ и ВЧ-излучения. Есть две модели. Одни клеются на смартфоны, планшеты, там, ноутбуки. Второй тип на мониторы экранов. В общем, прочтете на что. Там подробно все расписано. Дана брошюра. В 46 научно-исследовательских институтах все это было проведено, эксперименты доказаны на 100% из 100%. И ссылка на эти две модели нейтроника будет под этим видео. И там же, по этой ссылке, будет антенна. И вот эта антенна уже большая, ну вот такого размера примерно. Она на что рассчитана? Она защищает вас уже не от персональных устройств, ну типа смартфона, а она защищает, ну в радиусе, правда, 15 метров, но это немало даже для дома, а тем более для квартиры, от воздействия соседских Wi-Fi, которых порой действует на человека аж 15-20 штук, если он в городе, в доме многоквартирном живет, ну и от других источников СВЧ-излучения. Итак, по ссылке переходите, смотрите, два разных нейтроника и одна большая антенна. Четвертое, это водородная вода, мощнейший антиоксидант, противоопухолевое средство по сути тоже. Вода приобретает уникальные свойства живой клеточной воды. Есть два типа устройств, и я вам советую посмотреть мое последнее по дате выхода, недавнее видео по воде, по свойствам и по этим приборам. Ссылку оставлю, вот это видео, вот оно, вот это, по обложке. Пятое, маркерный курс. Так называемый начальный курс, первый трехмесячный, он же профилактический. Вот если вы хотите профилактику, если вы хотите защитить себя, свою жизнь, ну процентов на 90-95 от любого вида рака, от любых воспалений и так далее, это маркерный курс. Это курс, куда входят не только грибные препараты, но и другие очень важные. И в том числе уникальный препарат латалсилена профессора Исаева. Ну, в общем, ссылка в описании, посмотрите, зайдете. Очень советую профилактически два раза в год всем проходить, вот по три месяца этот курс. Ну а также, если какая-то, скажем, начальная стадия рака, и вы проходите официально медицинские лечения, дополнительно принимайте этот маркерный курс. В сложных случаях, спорных случаях, пишите, и врачи-онкологи, они же фунготерапевты, а я тоже, кстати, фунготерапевт, назначат вам комплексное лечение. Под этим видео также будет ссылка на консультацию. Ну и шестое. Посмотрите все мои видео по онкологии, хотя бы за 22-24 годы, да? Но лучше за 21-24. Так вот, ссылку на плейлист, где собраны все мои видео по онкологии, я оставлю вам тоже под этим видео. Итак, под этим видео будет важнейшая, жизненно необходимая для каждого человека, даже если он это не понимает, к сожалению, информация. Итак, смотрите ссылки, которые я вам оставил под этим видео. Знайте, что мы отправляем все наши товары, ну а ваши заказы, соответственно, в любые города России и, внимание, в любые страны мира. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под видео на слово подписаться, далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже подписаны, но не получаете уведомления, а такое сейчас характерно, отпишитесь тогда от рассылки, вот так, вот здесь, отпишитесь. И сразу подпишитесь заново, это поможет. Кстати, потом напишите, помогло ли. Прошу написать вас под это видео, не полениться, свой комментарий. Это помогает продвигать видео в ютубе. Будьте же мне благодарны хотя бы этим. И перешлите ссылку на это мое видео своим знакомым, друзьям, близким, коллегам, товарищам, родственникам. Всем, кто вам как-то дорог, поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе сможем тем самым сделать людям хорошее дело. Ну и, конечно, в завершении, как всегда, я желаю всем хорошим, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Ну и жду ваши комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok